Машенька, здравствуй, с праздником тебя, с этим светлым праздником Днём Материнства. Я знаю, что у тебя две дочки, это искренне твой праздник. Скажи мне, пожалуйста, у меня такой вопрос. Для тебя твоя мама – это друг, советчик, наставник, помощник, или это симбиоз всего? Кто для тебя твоя мама? Я тоже очень рада тебя видеть. Спасибо большое, что сегодня в этот праздник ты со мной. Спасибо за поздравление. Хочу сказать, что, конечно же, моя мама для меня – это всё-таки, наверное, симбиоз. Потому что моя мама для меня – это всё. Это и друг, это и наставник, это и советник, это человек, который меня родил на этот свет, который вложил в меня самые лучшие черты моего характера, которые у меня есть, и благодаря которому я живу, развиваюсь. Это здорово. Да. Это здорово. Тогда у меня другой вопрос. Скажи мне, пожалуйста, как часто ты пользуешься советами своей мамы? Или ты привыкла все вопросы в своей жизни решать сама? На своих руки и к плечам всё не сделаешь? Ну, я могу сказать точно, что я постоянно советуюсь с мамой. Я считаю, что мама – это самый лучший друг, самый близкий друг. У меня ещё есть, помимо этого, моя старшая сестра. О, тебе повезло. Да, мне насчёт этого очень повезло. Но самая моя близкая и самая главная подруга по жизни – это моя мама. Что самое главное ты взяла от своей мамы? Может быть, какой-то черту характера? Вот по твоему мнению. Знаешь, я думаю, что это всё-таки любовь к своим детям. Я помню одну историю, которую мне мама рассказала, я ещё была совсем маленькой. Ну, было советское время, и очень был большой дефицит различных продуктов. И была очень большая очередь за апельсинами. И было всего там два талончика, которые моя мама сохранила. У неё было как раз двое детей, я и моя сестра. И она мне рассказала эту историю, что вот она стояла в очереди, и как раз перед нами закрылась эта дверь. И как раз вот эти два апельсина, которые она хотела для нас взять, как раз в этом магазине, она не смогла, и как она плакала. Поэтому моя мама... Ну, это для меня всё. Это всё. Вот давай скажи нам, пожалуйста, что ты хочешь вот в день, этот светлый, в день материнства, что ты хочешь сказать своей маме? Я хочу даже не маме сказать, всё, что я хочу маме сказать, я скажу лично. Но я хочу даже сказать больше зрителям. Да, конечно. В этот день хочу попросить даже всех женщин, всех мужчин, всех в этот день отложить все свои дела, взять телефон. Если вы находитесь рядом с мамой, то сесть в машину, поехать, купить большой красивый букет цветов, купить то, что она любит. Может быть, какие-то вкусности, может быть, это будет какой-то чисто символический подарок. И в этот замечательный день приехать и просто обнять и побыть с мамой. Сказать о своей любви. Сказать о своей любви. Спасибо большое тебе. Спасибо огромное за эти тёплые слова. Спасибо. Елена, здравствуй, очень рада тебя видеть. С праздником тебя, с этим замечательным светлым днём мамы. Ты мама двоих очаровательных детишек. Это по закону твой праздник. Скажи мне, пожалуйста, я бы хотела задать вопрос, касаемый твоей мамы. Кто для тебя твоя мама? Она друг, она наставник, она советчик. Либо же это коллаборация в стегу, вышесказанная. Кто для тебя твоя мама? Здравствуй, Ален. Я очень рада, что ты пригласила меня в этот прекрасный праздник. И я очень счастлива, что я могу сказать эти слова для своей мамы. Мама для меня друг. Это первый, самый лучший мой друг. Дом, родительский дом, это место силы. Куда я всегда прихожу с любым настроением, счастьем поделиться, радостью или каким-то сложным днём, они всегда меня выслушают. Мама, она всегда поддержит. Мама всегда поможет. И никогда, никогда ни в чём не упрекнёт. Это очень важно. Даже если я каким-то словом задену её, она не подаст виду. Она всегда будет тактична. Это то, чему она учила меня всю жизнь. Вот в первую очередь, это... Вот самое лучшее, что я от неё вообще взяла, это тактичное отношение к людям. Просто так-то, да? Да. Это я знаю. Мама, как часто ты спрашиваешь у неё советы? И вообще обращаешься ли ты за советом к своей маме? Либо ты привыкла всё решать сама, держать всё в своих нежелых руководителях? Я часто спрашиваю маму совета и часто прислушиваюсь к её мнению, потому что она у меня очень мудрая женщина. И она посмотрит на эту ситуацию со стороны. Она... Но со своей любовью она всегда меня поддержит. Она всегда говорила, что я самая лучшая. И поэтому всегда в меня верила. И благодаря ей у меня всё получается, и я счастлива. Это здорово, когда есть поддержка. То есть когда человек верит в тебя, несмотря ни на что, вопреки порой даже чему-то, то, мне кажется, вырастают крылья. И это здорово. Естественно, естественно. Тогда другой вопрос. Что ты самое главное взяла от своей мамы? Потому что я уже поняла, что огромное количество всего хорошего у твоей мамы. Но вот на твой взгляд, что самое важное ты вынесла из, может быть, характера своей мамы? Ну, как я уже сказала, это чувство такта и уважения к каждому человеку. И, ну, моя мама очень добрая. Я не такая, как она. Я, правда, признаюсь, что она добрее, чем я. Мама лучше меня. То есть мне это придется не сказать, что я поняла. Нет, да. И я этому у неё учусь. Я учусь именно доброте и состраданию к людям. Это милосердию. Это, на мой взгляд, самые важные качества для женщины. То есть чувство эмпатии у вас развитого обея. Это замечательно. Что бы ты хотела сказать в этот замечательный день, день мам, какие-то тёплые слова? Может быть, не только адресованные твоей мамой, может быть, всем мамам. Что бы ты хотела сказать? Мамам я бы пожелала сохранить вот это вот чувство, что их дети маленькие. И вот это вот ощущение детства. Да, да, ощущение детства. Спасибо тебе большое, спасибо. Спасибо тебе большое. Очень здорово, спасибо. Оксана, здравствуй. Спасибо большое, что нашла время. Я тебя поздравляю, пользуюсь случаем с этим замечательным праздником. Я знаю, что у тебя есть дочь, уже взрослая, достаточно как ни странно. Скажи мне, пожалуйста, твоя мама, кто она для тебя? Вот друг, советчик, помощник, наставник или всё вместе, кто она для тебя, твоя мама? Доброе утро в этот праздничный день. Хочу поздравить всех мам нашей планеты с этим замечательным, потрясающим днём. И хочу сказать о своей маме несколько слов. Моя мама – это и друг, и соратник. Это потрясающая женщина, которая вложила очень много в меня доброты, любви, такого вселенского масштаба теперь уже в свою внучку. И она для меня, естественно, является и примером, и наставником, и женщиной, которая широкой души. Которой стоит равняться. Которой стоит, безусловно, да, равняться. Я её безумно люблю. Хочу вот этот день признаться ей в любви, в своей вселенской любви и поблагодарить её за всё. И это здорово. Часто ли ты спрашиваешь своего друга, свою маму, спрашиваешь совет? Или ты всё-таки решаешь сама какие-то вопросы решать, не прибегая к помощи своей замечательной мамы? Ну, естественно, я советую с мамой. Мы с ней созваниваемся ежедневно по нескольку раз в день. И какие-то вещи она у меня спрашивает, да, советует со мной какие-то вопросы. И, естественно, мама для меня такой цензор, да, который отправная точка, вот чтобы я не делала в жизни, да, свои какие-то проекты, вопросы, да. Соответственно, я первая, с кем я советуюсь, делюсь, это мама. Естественно. Просто искренне, более искреннего человека, чем мама, мне кажется, на планете нет. Исправедлива. Для меня исправедлива. Для меня именно так. Это, мне кажется, это дорогого стоит. Что самое главное, самое важное, на твой взгляд, ты взяла от этой замечательной женщины, твоей мамы, что впоследствии помогает, помогала и будет помогать в твоей жизни? Ну, знаете, я с детства попалась в любви. Знаете, вот просто той любви, которой напитана была я с детства, буквально с рождения от мамы и папы, да, и это мне помогло в жизни дарить эту любовь людям. Поскольку я психолог, поэтому... Хороший пример за родителем, да. Поэтому вот эта профессия моя, она говорит о том, что я умею дарить любовь, дарить свое внимание, да, с вами. То есть это отразилось на выборе моей профессии. То есть все взаимосвязано. Поэтому ту любовь, которую мне подарила моя мама изначально, с рождения, она распространяется теперь на всех моих... Благодаря этой любви, наверное, земной любви, огромной, мы имеем такого замечательного специалиста. То есть все получилось как нельзя лучше. Что бы ты хотела сказать в этот замечательный день не только, наверное, своей маме, а вообще всем мамам? Что бы ты хотела пожелать? Я бы хотела пожелать бесконечного здоровья, да, огромного здоровья, чтобы они нас радовали, как можно больше, дольше, да, были с нами. Чтобы исполнялись их мечты. А их мечты в том, чтобы дети были здоровы, счастливы, чаще видеть их улыбки, радостные глаза. Я думаю, что вот чтобы все мамы тоже в этот день почувствовали себя любимыми, чтобы каждый ребенок подошел в время, звонил своей мамочке и признался в любви. Это самое главное, самое дорогое, что может дать ребенок своей маме. Сегодня дочь мне подарила, с утра принесла букет цветов. Это было потрясающее чувство. Я желаю, что искренне каждый маме подошел. Спасибо большое, Оксана, за это душевные слова, за откровенные ответы. Спасибо большое. Спасибо, Ален. Маргарита, здравствуй. Спасибо большое, что нашла время в этот замечательный день к нам прийти. Во-первых, пользуясь случаем, я хочу поздравить тебя, многодетную маму, да, не побоюсь этого слова, с этим замечательным праздником. И, соответственно, я хочу задать вопрос по поводу, если можно, твоей мамы. Вот кто для тебя твоя мама? Она друг, она помощник, она советник? Кто она для тебя? Или все вместе сказано, кто она? Аленушка, во-первых, я тоже очень хочу тебя поздравить с сегодняшним праздником. Знаю, что ты тоже очень замечательная мама. Спасибо. И пожелать тебе и тоже твоей маме крепкого-крепкого здоровья. Спасибо. Ну, для меня моя мама, конечно, это и друг, и советник. Бывает в жизни много разных ситуаций. И в какие-то моменты мама, конечно, может и отрубать, и погладить по головке, и пожурить, да. То есть, мама есть мама, да, но это все любя. Ну, это замечательно. Тогда у меня другой вопрос. Часто ли ты прибегаешь к советам своей замечательной мамы? Или все-таки, несмотря ни на что, ты привыкла сама решать вопросы своей семье? Или все-таки просишь помощи, совета, даже, наверное, сказать твоей маме? В основном, если дело касается каких-то серьезных вопросов, наверное, мне проще всегда позвонить и спросить советы у мамы. Вот, потому что, естественно, ну, кто нам еще... Кто, кроме мамы, конечно. Кто, кроме мамы, подскажет лучше, чем она? Что самое важное ты вынесла из характера своей мамы и забрала в себе? Что помогает тебе в жизни? Ну, могу сказать так, что мы с мамой немножко разные по натуре. Но я надеюсь, что положительные ее качества передались, конечно, в жизни. И я надеюсь, что мои положительные качества тоже передают дуться моим детям. Ну, мне кажется, это, само собой, разумеющийся факт. Что ты можешь в этот замечательный день, может быть, что ты что-то хочешь сказать не только своей маме, но всем, мамам? Что-то важное, что ты хочешь донести до нее? Во-первых, я очень рада, что я могу поздравить свою маму не только лично, а мама может воспользоваться Ютубом, да, каким-то, ну, вот, современностями. И послушать меня, и посмотреть на меня, тем более, вот, в таком, да, я сама, вот, видите, с лентой, с короной, да. Вот, очень хочется поздравить свою маму, поздравить своих тетей, бабушек, пожелать им огромного-огромного счастья, крепкого-крепкого здоровья. И немножко хочу сказать о том, что у меня многодетная семья, да, у моей бабушки с папиной линии, с маминой линией тоже было очень много детей. Да, да, то есть это традиция, это эстафета, наверное, которую я передала, и у меня есть тетя моя любимая, она с моей мамой близнец, она пишет очень хорошие стихи. И вчера я ей позвонила и говорю, тетя Маш, вот сегодня такой момент, ты можешь написать стихи, и я хочу их донести до всех и прочитать, потому что они очень-очень хорошие. Есть профессия главная, к ней не нужен диплом, она мать называется, жизнь мы детям даем. Когда родился человек, и ты его коснулась, и самой первой на земле ему ты улыбнулась, и с той минуты у тебя, секунды нет покоя, за эту крошку навсегда душа и сердце ноет. Волнуешься, ночей не спишь, душой за них страдаешь, нет отпуска у матерей, ведь каждый это знает. Как солнце в небе каждый день приходит и уходит, так в сердце наших матерей с утра до ночи ноет. И пусть у нас, у матерей, в душе покоя нет, но знай, профессия, ты мать, важнее, труднее всех. До слез. Тетя Маша, я тебя тоже очень люблю. Ой, спасибо большое. Всем мамочки. Маргарит, спасибо огромное. До слез растрогала этим произведением. Спасибо большое. Оксана, здравствуй. Спасибо большое, что нашла время в этот замечательный день прийти и посвятить несколько минут нашему разговору. Во-первых, я, пользуясь случаем, хочу тебя поздравить, потому что по закону можно тебя поздравить, такую замечательную, красивую, многодетную маму с этим замечательным праздником, Днем Мамы. Поздравляю, это замечательный праздник. И, соответственно, у меня сразу вопрос. Скажи мне, пожалуйста, твоя мама вот именно для тебя, кто она? Она друг, она помощник, она советчик, она куратор. Кто она для тебя в твоей жизни? Или это симбиоз всего, что бесперечисленного? Ну, моя мама на самом деле, она больше как наставник по жизни, да, она помогает решать какие-то вопросы, она постоянно находится во всех ситуациях, в которых я нахожусь тоже. Помогает, конечно, и советом, и добрым словом, и любовью, где надо обнимать, где надо поцеловать, где надо подзатыльник, конечно, тоже даст. Ну, а как же без этого? Она проживает все хлопоты, не люблю слово, проблемы именно хлопоты вместе с тобой, помогает выйти тебе из какой-то сложной, скажем так, ситуации. Но это дорогого стоит, мне кажется. Как часто ты вообще принимаешь советы мамы? И даже, наверное, не принимаешь, а спрашиваешь советы? Или все-таки, несмотря на твою хрупкость, ты все-таки сама держишь все в ежовых рукавицах и принимаешь решение сама? Как у тебя получается? Ну вот по юности, наверное, как у многих, я очень часто маминные советы, ну, так вот, не прислушивалась к ним, считала, что они лишние, я что-то, да, я знаю все лучше, чем она, я умнее. Чем старше мы становимся, тем больше понимаем, насколько, насколько была права мама во многом, насколько она умна, мудра уже, жизненным опытом подкована. И чем старше становлюсь, тем больше я к ней прислушиваюсь. То есть наоборот, получается? Да, да, да. Ну, это здорово. То есть мы становимся тоже мудрее и умнее. А что ты взяла от мамы, наверное, ну, на твой взгляд, самое важное? Может быть, какой-то черту характера, которая тебе помогает дальше идти по жизни? Вот что ты можешь сказать, что самое важное, что ты выцепила от мамы? Ну, это целеустремление. Это умение поставить перед собой цель и ее добиться. Это у вас семейное. Да, это у нас семейное. Это у вас очень хорошо получается, это здорово. Пользуя случаем, что бы ты могла пожелать, может быть, не только даже своей маме, а всем мамам? Какие-то важные слова, которые ты хочешь донести маму? Мамам я могу пожелать здоровья детей. Это самое важное, что маму быть, да, это самое главное. Да, это здоровье. Здоровье детям. Спасибо большое, Оксан, за такой душевный, откровенный ответ. Душевный. Спасибо тебе большое. Спасибо, Оксана Воронова. Марин, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что нашли время в этот замечательный день прийти к нам. Я хочу пользоваться случаем, я хочу вас поздравить с этим замечательным днем, днем мамы. Насколько я знаю, вы мама двоих детишек, уже взрослых, насколько я знаю. Совсем взрослых. Совсем взрослых. У них уже свои детки. Но, тем не менее, роль мамы вы выполняете замечательно. Скажите, пожалуйста, если вы не против, задам некорректный вопрос. Вот, насколько я знаю, у вас мамы, к сожалению, уже нет. Но для вас мама, кто была другом, наставником, куратором, помощником, советчиком? Кто она была для вас в вашей жизни? Да вот, наверное, все, что вы перечислили, мама была. Да, я всегда на нее смотрела, ну, прям как на божество, на свою маму. Она мне во всем была пример. Она была необыкновенная, красивая женщина, очень активная. Ну, это видно, что вы похоже на ней. Я всегда все, что делала, рука, советовалась с ней. И даже теперь, вот я когда что-то, я мысленно как-то вот думаю, а как бы... Мысленно спрашиваете советы. Да, да, как бы мама вот здесь поступила, да, и как-то вот с ней, как сказать, связь у меня, да, такая вот незримая связь. Для вас она остается эталоном. Да, остается, да. Именно, наверное, женщина с большой буквы, это слово, это замечательно. А какую черту характера вы, на ваш взгляд, взяли от мамы, и благодаря которой вы идете по жизни с гордо поднятой головой? Какую, может, черту характера для вас, она вот очень-очень важна? Думаю, что... Ну, вот, знаете, скорее всего, это вот не сдаваться ни при каких обстоятельствах, и не унывать, а как бы во всем найти какую-то положительную сторону, ну и развиваться. Самое главное развиваться, да, вот не сидеть на месте. Ну, это не про вас точно, насколько я знаю, то есть это движение нон-стоп, знаете, как надо движение, это здорово. Но это есть к чему всегда стремиться. То есть вы показатель сейчас, наверное, для вашей семьи, как нужно двигаться дальше и как идти вперед. Ну, я надеюсь, что я показатель для своей семьи, да. Марина, что в этот замечательный день вы хотите, может быть, хотели бы пожелать всем мамам? Что доброго, важного, на ваш взгляд, вы хотели бы сказать всем мамам? Всем мамам вот какая тема возникла, чтобы не подавлять своих детей, а давать им возможность развиваться, давать им возможность, да, творить. Не подавлять, самое главное, да, свобода, свобода это самое главное. Ну, и так немножко корректировать, корректировать. Завуалирована, конечно. Да, да, да. Марин, спасибо за такое откровенное, душевное, доброе интервью. Спасибо большое и спасибо, что нашли время. Спасибо вам огромное. Спасибо, Марина. Я вас тоже поздравляю с этим праздником. Спасибо, очень приятно. Лариса, здравствуйте. Спасибо огромное, что нашли время в этот замечательный день прийти к нам. Во-первых, пользуясь случаем, конечно, хочу поздравить вас, маму, двоих сыновей с этим замечательным праздником. Здоровья, радости, тепла. Это самое главное. Вам и, конечно, вашим двум сыновьям. Спасибо, дорогая. У меня, соответственно, вопрос. Скажите, пожалуйста, вот для вас ваша мама, кто она? Она друг, она помощник, она советчик, либо она наставник, либо все вместе в одном это сочетается. Кто она для вас, ваша мама? Моя мама, в первую очередь, яркий пример, как женщина любит жизнь. Она в свое время пережила очень страшное заболевание, но у нее хватило силы, мужества, все пройти испытания. Моя мама пример того, что более 50 лет она прожила в браке с одним мужчиной, с моим папой, родив двух детей, меня и моего старшего брата. И поэтому, конечно же, на ее примере я строю свои отношения со своим единственным супругом, да, вот. И вот эти семейные ценности, это любовь, это уважение к мужчине, что, собственно говоря, я и передаю сейчас своим двум сыновьям взрослым, это стоит дорого для меня. Да, это дорогого стоит. А как часто вы пользуетесь советами вашей мамы? Или вы все-таки привыкли, скажем так, держать бразды правления в своих руках и делать все только так, как вы хотите? Или все-таки вы прислушиваетесь к советам? Конечно, я прислушиваюсь к ее советам, но, наверное, в силу уже ее возраста, ей будет в этом году 81 год, да, вот. Вот, хочется, знаете, даже уже не той помощи, не той поддержки, а просто, чтобы она была как можно дольше с нами, да. Поэтому она сейчас живет со мной, вот. Я как бы каждую минуту, каждый день, вот, хочется ее уже сейчас удивлять, что-то вкусненькое покупать, вот именно вот заботиться, да, чтобы она как можно больше времени проводила со своими внуками, вот. Вот, и поэтому, конечно же, сейчас, мне сейчас хочется, чтобы она на моих успехах жизненных радовалась всему, да, вот, что происходит в моей жизни, вот. И поэтому, ну, советы, конечно, я прислушиваюсь, да, но делаю по сути. Все понятно, все ясно. На Ваш взгляд, какую главную черту характера Вы взяли от своей мамы, которая в будущем Вам помогает идти по этой жизни? Я очень много лет, с пяти лет занималась очень серьезно спортом, художественной гимнастике. И вот тогда, вот в то время, мама была вот именно помощником, которая ночами шила мне какие-то костюмы, купальники, да, там, и так далее. Самое главное – это ответственность, это целеустремленность никогда не сдаваться ни при каких-то, сказать, условиях, и вот именно быть, стараться быть лучше, да. Поэтому, как бы, вот все это я и стараюсь в своей жизни... У вас это хорошо получается, очень хорошо. Ларис, пользуясь случаем, вот в этот день, замечательный день, праздник, Мам, а что бы Вы хотели пожелать не только своей маме, но и всем мамам, которые Вас услышат и увидят? Хочу пожелать, конечно, в первую очередь, это всем здоровья, это в первую очередь любить себя, как женщин. Если мы будем относиться с такой любовью к себе и самоуважением, то же самое будут и проявлять наши любимые мужья, наши дети, наши близкие. Поэтому всем мамочкам я желаю всего самого хорошего, большой любви, большого семейного счастья. А моей маме я желаю одного – это здоровье, я тебя очень люблю, ты у меня самая лучшая, потому что ты моя мама. Всех, девочки, с праздником! Ларис, спасибо за эту душевность, спасибо огромное, очень приятно. Спасибо большое. Спасибо, что пригласили. Алина, здравствуйте, спасибо большое, что нашли время в этот замечательный день, очень тёплый праздник, к нам прийти. Спасибо огромное. Ну, во-первых, пользуясь случаем, я хочу поздравить маму двух очаровательных, красивых дочерей с этим очень тоже хорошим, светлым праздником. Спасибо большое за таких замечательных дочерей. Ну, соответственно, у меня вопрос. Вот ваша мама, кто она для вас? Она помощник, она советчик, она куратор, наставник? Или это симбиоз всего? Кто она для вас, ваша мама? Ну, раньше моя мама была для меня всем, потому что я хотела быть как мама, мама моя учитель музыки, я хотела тоже связать свою жизнь с музыкой, так и сделала, поэтому всегда её каблуки – это тоже были мои любимые аксессуары и так далее, платья, каблуки и фортепиано, это не дает, не отъем. И обязательно дети, да, то есть кого-то я должна была учить, чтобы быть похожей на маму. А теперь, наверное, для мамы я уже как не то что опекун, но мне хочется, чтобы её жизнь была чуть лучше, чем, ну вот, чем она есть. То есть мне всегда хочется какое-то доставить ей удовольствие, какую-то радость, отвезти её в какое-нибудь место, где она ещё не была, пригласить в ресторан, в котором она ещё не была. Вот, и когда она улыбается или смеётся, мне очень доставляет это удовольствие. Это самое дорогое, что есть в жизни улыбка мамы, и счастливая улыбка мамы. Другой вопрос. А часто ли вы пользовались советом, и спрашивали совет у мамы, или всё-таки всё пытались держать в своих руках, и следовать только вот своему велению сердца? Как у вас? Я всегда советовалась с мамой, всегда советовалась, я даже и сейчас ей рассказываю, даже, может быть, не для того, чтобы сделать, как говорит она, а для того, чтобы выслушать её мнение. Для меня оно всегда было дорого, всегда было авторитетно. Вот поэтому, конечно, я всегда прислушивалась, и очень от многих бед меня уберегала всегда мысль о том, а что скажет мама. То есть что вообще, даст она добро на это или нет? Да. Да, это замечательно. А какую черту, характер, вот на ваш взгляд, вы взяли от мамы, которая помогает вам идти по этой жизни с гордо поднятой головой? Какая черта характера, главная, на ваш взгляд, сейчас у вас от мамы? Ну, я думаю, что это жизнелюбие. Мама моя всегда смеющаяся, всегда в музыке, поющая. Мне кажется, что вот это вот у меня очень чётко прослеживается. Оптимизм. Да, жизненный оптимизм. Несмотря ни на что, всегда она вот на каком-то таком позитиве. Ну, вы человек улыбка. То есть, несмотря ни на что, вы держите марку, встать, и это вдохновляет людей. Ну, на мой взгляд, это вот меня всегда вдохновляет. Это здорово. Алина, что бы вы хотели, может быть, не только своей маме, но и всем мамам пожелать в этот замечательный, тёплый и важный, мне кажется, для всех нас день? Я хотела бы пожелать всем мамам любви. Чтобы в них было столько любви, которую они дарят своим детям, чтобы эта любовь помножалась ещё на любовь, и они всегда были окружены любовью, заботой, вниманием своих детей. Даже если они, когда вырастают не рядом, чтобы обязательно всё равно чувствовалась доброта, любовь и забота, которую дети всегда возвращают сполна и даже больше. Да, вдвойне. Алина, спасибо огромное за это мне шумурашки бегут, за это душевное, откровенное, тёплое интервью. Я надеюсь, что мама увидит, услышит, и она будет горда. Ну, впрочем, наверное, как всегда. Спасибо большое, Алина. Спасибо огромное.